Примерно в конце 2014 года я начал работать над своим фотопроектом, связанным с Ленинопадом. Тогда это был просто Ленинопад. И я начал снимать объекты, которые, в общем-то, это напрашивалось, что после Ленина начнется уничтожение других объектов, которые каким-то образом связаны с историей Советского Союза или советским периодом Украины. И где-то в начале 2015 года я начал собирать материалы таких объектов, которые находятся в Киевской метрополитене. Если говорить по станциям о каких-то запрещенных символах, то наибольшее количество находится на красной ветке, которая была самой старой. Это метро вокзальное, политехнический институт. Это если брать какие-то вещи, которые по сути, которые можно придраться по сути, согласно букве закона. Технический институт — это скульптура. Там был серп-молот. Эту скульптуру создал художник Бородай Василий Захарович. Он же автор памятнику Щерсу на бульваре Шевченко. Внизу был небольшой элемент, который был только небольшой частью молота. Метро вокзальное, и оно было открыто в 60-м году. Здесь созданы такие медальоны из истории Украины. И вот я только что насчитал три медальона, которые подлегают под закон о декоммунизации, потому что на одном из них есть флаг с изображением Ленина, и лозунги также запрещены. С одной стороны, можно убрать весь медальон, с другой стороны, можно вырезать лозунг, и тогда ничего запретного здесь не будет. И еще один медальон с Авлада Радом, мыр народом. Также лозунг, который под запретом. А вот здесь, по сути, ничего не изменилось, кроме дорисованного осалайция у Ленина. Это называется арабанская. Это, по сути, такая история становления СССР, которая плавно переходит в птиц мира, выходит станция метро театральная, декоммунизированная. Тут была часть серпа, здесь был молот. И здесь все было в лозунге. Свобода, равенство, братство. Через трактор к коммунизму. Из искры возгорится пламя. Ну, а сейчас все эти надписи и какие-то даты, они были затерты. Во времена Евромайдана сюда приходили активисты и пытались бить Ленина, который спрятан за этой панелью. Я думаю, что Ленин скрывается там, потому что он был слишком тяжелый, чтобы просто так демонтировать и унести. Почему Ленин? Потому что раньше эта станция называлась Ленинская. Станция называлась Красноармейская. В связи с этим в торце зала была мозаика Степана Кириченко с красноармейцем. Касательно этой работы я думал и очень долго искал, к чему можно придраться согласно букве закона. Там нет элементов, потому что, если мы говорим про флаги, там флагов не было, лозунги, лозунгов там не было. По всем правилам трогать эту мозаику не должны были. На каждой платформе была звезда. С одной стороны, звезда Красной Армии, с другой стороны, звезда Советской Армии. Сейчас они закрыты металлическими пластинами. По сути, этот закон о декоммунизации в киевском метрополитене был выполнен сполна. Собирали объекты, на которых нет флага, нет лозунгов, нет политических деятелей высокого порядка. В общем, непонятно, почему все это было сделано выборочно. И непонятно, почему не были приглашены и услышаны искусствоведы, которые, по-моему, единственные люди, которые действительно знают историю создания, судьбу и важность каждого из объектов, которые были созданы в метрополитене. Субтитры создавал DimaTorzok